13 июля состоялось отчётное мероприятие депутата Совета депутатов сельского поселения Саранпауль Вероники Чекмазовой с предоставлением анализа деятельности за время работы в Думе Совета депутатов 4-го созыва. Данная встреча была организована в рамках ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Во время мероприятия Вероника Васильевна предоставила аналитический отчёт о своей деятельности и отразила все направления своей работы, направленную на улучшение качества жизни населения. Моя работа в качестве депутата строится по трем направлениям. Работа в очных и заочных заседаниях и в комиссиях, работа с избирателями и участие либо организация проектов разного уровня. И самое главное в работе депутата, на мой взгляд, это его избиратели, люди, которые доверили ему свой голос. И поэтому считаю в своей работе самое главное это работа с гражданами. Жители сельского поселения Саранпауль чаще всего обращаются к Веронике Васильевне по юридическим вопросам, так как она имеет юридическое образование. Это восстановление трудовых прав сотрудников ликвидируемых учреждений, это семейное законодательство, решение вопросов имущественного характера, восстановление в очерёдности при обедении жилого помещения, либо на его строительство льготным категориям граждан. Я один из пяти человек, которые подавали в суд посольство промо-геологии. Вы довольны результатом её работы? Я довольны результатом. Вы хотите ещё, может быть, с каким-то вопросом обратиться? Да, хотел бы. С каким? Я по поводу дальнего садика, там, как сказать, от магазина «Ладушки» идёт переулок. И как бы и весной, и осенью там грязь, чтобы, конечно, это их не занимаешься, вот как цыпали хотя бы. То есть с детьми идёшь, весь это. Ну и по возможности, чтобы там повесили эти знак кирпичица. Для того, чтобы человек мог реализоваться в работе, в семье, в жизни, он должен чувствовать себя в безопасности и знать, что его права не будут нарушены. Что в решении сложных вопросов он не один, и есть к кому обратиться, посоветоваться и найти возможности для улучшения ситуации. Ирина Будникова, авторское телевидение «Берёзова», Саран Пауль. Репортажи о ТВ «Берёзова» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».